Всем привет, друзья! Вы на игровом канале Барона Аграфона. Метроид Вани – достаточно знаменитый жанр видеоигр. Название игры объединяет две серии – это Метроид и Касл Ваня. И все игры этого жанра есть общая такая характеристика, можно сказать так. Если говорить коротко, что такое Метроид Вани? Ты играешь за персонажа, и у нас открытый мир, так скажем, с разными уровнями, локациями, но ты не можешь получить доступ в первых же минут ко всем локациям. Чтобы исследовать весь мир, ты должен продвигаться, то есть находить разные улучшения, либо разные интересные способности, благодаря которым ты можешь попасть уже на другие участки этой карты. Это является такой особенностью Метроид Вани – исследовать мир, находить способности, и с помощью этих способностей продвигаться дальше по интересным локациям. Сегодня я покажу вам свои коллекции игры на Nintendo Switch. На Nintendo Switch очень большое количество разных Метроид Вани. Сегодня я вам их покажу, расскажу, и просто такая подборочка Метроид Вани на Nintendo Switch. Надеюсь, этот ролик вам понравится, и вы поддержите его лайком. Ну что ж, друзья, давайте начинать. И начнем мы с разначальника этого жанра, знаменитая серия видеоигр. Это у нас, друзья, конечно же, Метроид. И эта серия представлена на Nintendo Switch игрой Метроид Дредд. Очень классная игрушка. Те, кто играли, прям хвалят ее. Одна из лучших Метроид Вани, и, в принципе, одна из лучших игр серии Метроид. Игра на русском языке, полная локализация. И я, к сожалению, до сих пор еще не поиграл в эту игру. Здесь есть новая механика робота Эми. Наша героиня саму справляется новую планету. Где, как всегда, теряет все свои способности, и нас преследуют разные роботы Эми, которые изображены здесь. Мы от них убегаем, прячемся. Достаточно интересная механика, и сам в себе Метроид Дредд достаточно классная игрушка. Действительно была номинирована на игру года. Не взяла эту номинацию, но это действительно такой эталонный вариант поиграть в классную Метроид Ваню. К тому же с русской локализацией, друзья, игра не сильно большая, но достаточно хардкорная. Поэтому, если хотите поиграть в какую-то классную, эксклюзивную Метроид Ваню, то, естественно, стоит присмотреться к Метроид Дредд. Далее у нас еще один Метроид, и это Метроид Прайм Ремастер. Это игра оригинала, которая выходила на Nintendo GameCube, и вот получила порт, ремастер, ремейк на Nintendo Switch. Действительно, графику очень сильно подтянули, сделали удобное управление на Nintendo Switch. Русскую локализацию, к сожалению, не привезли, но все-таки игра действительно очень классная, и мы очень рады, что Nintendo сделала ремастер этой игры. Ждем, конечно же, вторую часть на Nintendo, третью часть именно ремастера, ремейки. Но пока что у нас есть первая часть. В чем ее фишка? Здесь у нас, в отличие от Метроид Дредд, не 2D Метроид Ваня, а от первого лица, такой шутер, с интересными локациями, тоже их исследуем, сражаемся с боссами. Очень классная, в принципе, игрушка, и достойная-достойная того, чтобы ее пройти. Далее у нас еще один родоначальник жанра Метроид Ваня, это Castlevania, в виде такого сборника Anniversary Collection. Есть еще второй сборник, Advance Collection, там входят игры серии Castlevania для Game Boy Advance. Видите, у нас тут такие вот игры, достаточно классненькие. Я не играл ни в одну часть, но мне очень привлекает стилистика, такие вампиры, охотники вампиров, замки, дворцы и так далее, очень классный визуал. И, естественно, хочу поиграть в хоть какую-то часть. Пробовал играть на SNES в одной из версий, не помню в какую часть. Мне понравилось, но далеко не продвинулся. Поэтому взял такой себе сборник, чтобы посмотреть, в принципе, пока что не поиграл, друзья, в эту игру. Если вы любите серию Castlevania, напишите ваши любимые части. А наполнение у нас, в принципе, вот такое. Вот такой вот внутренний арт. Карточка Limit Run. В саму коллекцию выходила лимитированное издание и арт-бук с разными иллюстрациями, описаниями. Посмотрим с вами коротко, потому что более подробно смотрим с вами в баронском закупе. Вот такой вот небольшой мануальчик в комплекте находится с этой игрой. Далее у нас Prince of Persia The Lost Crown. Недавно игра выходила, в начале этого года. Тоже классный Metroidvania. Те, кто поиграли, действительно очень годная игра от Ubisoft. Я очень редко постоянно играю в современные игры от Ubisoft, потому что, ну, не для меня они делаются, видимо, мне они не нравятся. Но эту игру очень много хвалят. Это действительно очень классная Metroidvania. А я собираю Metroidvania на Nintendo Switch, естественно, не смог пройти мимо. Есть русская локализация в виде текста, есть внутри, нет никого внутреннего арта, есть какой-то код на какой-то костюмчик. Ну и, в принципе, всё. Очень годная. Мы играем за охранника принца. Принц пропадает, мы отправляемся на его поиски. Очень классные визуалы игры, классные босс-баттлы, исследования мира. Я пробовал играть в демо-версию этой игры, и демка меня зацепила, я понял, что, ну, естественно, нужно брать эту игру себе в коллекцию и, наконец-то, в неё поиграть. Годненькая-годненькая Metroidvania, одна из таких годненьких, из вышедших не так уж и давно. Далее. Афтермейдж. Metroidvania в анимешном стиле. Достаточно простенькой такой графикой, но достаточно интересная. Мы играем за героиню, которая теряет память, и мы отправляемся на поиски воспоминаний о своём прошлом. Вот такое-то издание, здесь есть какой-то саундтрек на листочке, и вот такой-то внутренний арт. Вот там саундтрек на саму игру. В принципе, нечего мне сказать про эту игру, потому что это не какой-то там шедевр, прямо одна из лучших Metroidvania. В принципе, я посмотрел визуал, по визуалу игра прикольная, интересная, хочется в неё поиграть. К тому же, есть русская локализация и годненькая, в принципе, игрушка. Далее. Bloodstained Ritual of the Night. Достаточно годная Metroidvania, но очень плохо работающая на Nintendo Switch. До сих пор выходят разные патчи с улучшениями. Там одних патчей почти на 10 гигабайт. Действительно. Здесь есть русская локализация есть. Вроде как игра от создателя стареньких Castlevania, что и видно в графике. Если я не прав, друзья, поправьте в комментариях. Но вроде как тот же разработчик, который занимался с опрошенными частями Castlevania. Ну, это по стилистике видно. В принципе, годная игрушка. Я пробовал в неё играть, где-то часик в неё поиграл и отложил пока что на полочеку, друзья, потому что на Metroidvania нужно очень много времени. Но в тот момент, видимо, у меня времени не было. Ну, и как и сейчас, времени очень мало. Ну, надеюсь, когда-нибудь вернусь в эту игру. И, наконец-то, её пройду. А далее у нас классика жанра Metroidvania. Это Hollow Knight. Ну, про эту игру долго говорить не будем, потому что, я думаю, все про неё знают. Готическая стилистика, про такого рыцаря. Все ждут, конечно, продолжения Silk Song, которая до сих пор не вышла, которая не существует, друзья. Я считаю, эта игра просто не существует, поэтому её до сих пор не анонсировали. Точнее, анонсировали, но до сих пор не выпустили. Наполнение вполне годненькое. Двойная обложечка. Также здесь есть карта с локациями. Классненький стиль. Чем-то напоминает мне именно такой викторианский, как в Bloodborne, что достаточно классненько. И вот такой вот мануал. Тоже коротко его приставим, потому что в Бронском закупе в одном из выпусков мы с вами всё смотрим более подробно. Вот такое-то издание, друзья, в принципе, тут DLC даже какие-то на карты же входят, вроде как все, вот здесь указаны, какие DLC входят. Годная игрушка, эталон, жанра Metroidvania. А дальше у нас идёт игра Ghost Song. Одна из недавних игр из прошлого выпуска Бронского закупа, тоже Metroidvania, как и все игры сегодняшнего подборочки. Достаточно классный визуал игры, всё сделано в фиолетовых тонах, тоже космос, неизвестная планета, то уже играем за героиню в космическом костюме, исследуем планету, уничтожаем врагов. Очень мне напомнило классические метроиды с очень классной графикой, визуалом. И сама в себе игра достаточно годная. Для тех, кто наигрался в метроиды, можете присмотреться к этой игре. Внутренний арт, саундтрек, и карта, тоже карта, как Hollow Knight, с локациями, которые можно исследовать поэтапно, открывая разные способности. Годная, годная игра с русской локализацией. Следующая у нас это Death Door. Мы играем за ворона, жнеца, который выполняет разные поручения, но получается так, что он попадает в передрягу, из которой приходится выбираться по прохождению этой игры. Это игра смесь двух жанров, это Metroidvania и Souls-like, то есть тоже классные босс-баттлы и так далее. Всё, что связано с этим жанром. Здесь есть русская локализация, в принципе, годная Metroidvania, достаточно интересная, хардкорная, с интересным визуалом. В принципе, годненькая Metroidvania на полочке. Далее покажу вам сразу две игры, это Blasphemous и Blasphemous 2. Ну давайте начнём с первой игры, это Blasphemous Deluxe Edition. Если говорить коротко про эту серию, здесь Испания, времена средневековой Инквизиции, достаточно кровавая, но классная пиксельная графика, чем-то очень напоминает своей стилистикой тех же самых Dark Souls и очень классненько визуально игры выглядят. Достаточно много положительных отзывов. По наполнению у нас с вами здесь наклеечки, карта, возможно, саундтрек, сейчас вытащу, посмотрю, что же там. Да, саундтрек, вот такой внутренний арт и, ну не карта, или карта, давайте посмотрим, что находится здесь у нас. Ну да, что-то такое подобное, какой-то арт мира этой игры. А это уже вторая часть, к сожалению, без какого-то наполнения. Те, кто играли во вторую часть, играли до этого в первую, говорят, что вторая часть получилась даже лучше. Новое оружие завезли, новые интересные локации, способности, ну и действительно годненькая игрушка. Здесь русская локализация есть, тоже такой готический стиль, кровавый, жестокий мир, годненько, друзья, если любите такую жесть, в стиле Бладборна, Дарк Соулса, Демон Соулса, то стоит обратить внимание на серию Лас Фимус, ну естественно, если вы любите жанр Метроид Ваня. Далее у нас еще одна жесткая игра, это Кэрион, здесь мы играем за такую кляксу монстра, который сбежал из лаборатории, уничтожаем разных ученых, военных, обычных людей, в принципе, очень годно это выглядит, очень жестко, кровавая игра, хоть игра пиксельная, но действительно очень жесткая, здесь есть русская локализация, и в комплекте у нас с вами вот такой вот внутренний арт, с этим чудищем, кляксой, и достаточно толстый мануал, с разными артами из этой игры, ну выглядит игра очень классненько, тоже интересная локация, в принципе, годненькая, годненькая, Метроид Ваня, необычная, потому что играем за такую кляксочку, которая мстит своим создателям, далее у нас это игра Фист, где мы играем за такого механического кролика, стилистики киберпанка, вот такой картонный рукав здесь, набор наклеек, классные арты из игры, ну и сам стилбук издания, здесь у меня вот такой вот, здесь еще в комплекте идет код на саундтрек, но естественно я его не покажу, потому что до сих пор еще не активировал, игра получила смешанные отзывы, в принципе, нет каких-то прям восхищенных взглядов, но на самом деле на Nintendo Switch не советуют в эту игру играть, потому что на Nintendo она, к сожалению, работает не так хорошо, поэтому если будете играть, то им важно в первую очередь производительность, то лучше поиграть уже на старших платформах. Далее покажу вам сразу два издания одной и той же игры, игра называется Dead Cells, издание Action Game of the Year и Dead Cells Return to Castlevania, чем они отличаются? Во-первых, наполнением внутренним и количеством DLC, если хотите более полную версию, то берите именно Return to Castlevania, здесь включены все большущие DLC, вроде как еще какое-то вышло обновление, но оно все равно не входит в последнее обновление, а так все здесь в принципе есть. Это тут все же одно DLC в комплекте находится, поэтому если хотите более полное издание, то берите вот это. Давайте посмотрим на сами издания более подробно. тоже классненькая механика в этой игры, тут у нас элементы рогалик, это рогалик плюс Metroidvania. Играем в такую клетку, улучшаем, прокачиваем ее, следуем локации, открываем, погибаем, начинаем все заново и так далее. Здесь у нас в комплекте вот такой вот брелок и вот такой вот достаточно, достаточно большой артбук с разными изображениями, персонажами и монстрами из игры. А здесь у нас в комплекте всего лишь двойная обложка сделана в стилистике Castlevania. Тоже классненько, конечно, но могли бы, конечно, и мануальчик положить и брелок в комплекте, только из-за этого мне приходится в коллекции хранить два издания. Годненькая игра, очень много разных положительных отзывов у нее, в принципе, смотреться к ней можно, есть русская локализация, ну, если хотите более полную версию, доберите на картридже именно вот это издание. Следующая игра это Indivisible. Это игра смесь нескольких жанров, тут у нас и Metroidvania, и RPG, и платформинг, то есть здесь есть боевка как типичная для JRPG, пошаговая, классненькая. Эту игру прошел полностью, здесь есть русская локализация, интересный сюжет, харизматичные персонажи, то есть эту игру я рекомендую ознакомиться с ней, она не сильно большая, но годненькая. Не скажу, что эта игра прям эталон именно Metroidvania, потому что все-таки Metroidvania здесь элементами, то есть эту игру нельзя назвать 100% Metroidvania, но здесь есть элементы Metroidvania, не все локации открыты, но поэтапно мы к ним возвращаемся, то есть следуем повторные локации и так далее. Годненькая игрушка, которую вам, друзья, рекомендую присмотреться к ней, достаточно мне эта игра понравилась. Далее у нас игра с достаточно длинным названием, давайте попробуем его прочитать, это Records of Loader's War, мы играем за такую эльфийку, игра с русской локализацией, годные локации, годная пиксельная графика, драконы, эльфы, монстры, зомби и так далее, такой фэнтезийный мир. Годненькая, в принципе, игрушка, я в нее поиграл где-то в районе пару часов, мне нравится здесь внутренняя обложка, вроде-таки как отражение персонажей, годненькая, годненькая игрушка, надеюсь, я в нее все-таки вернусь в будущем и продолжу ее проходить, потому что то, что я увидел, мне в этой игре понравилось. Следующая игра у нас это Super Epic, игра с достаточно годным таким юмором, очень интересно здесь лору этой игры, мы уничтожим разных таких свинюшек, играем за енота, который перемещается на ламе, очень интересный здесь сюжет, друзья, к сожалению, без русской локализации игра, но я ее прошел, очень годно, есть здесь несколько таких неожиданных поворотов, интересный такой мир, я не хочу спойлерить про эту игру, потому что именно лор, он достаточно уникальный и интересный, все-таки стоит ознакомиться с этой игрой, потому что она очень такая юморная, у нас вот такой вот внутренний арт, и еще здесь более как саундтрек, да, саундтрек на музыку из этой игры, ну и к тому же у меня издание в такой коробке, там находятся разные пины, у меня есть распаковка на канале этого издания, можете посмотреть, что находится внутри, годная игрушка, с интересными механиками и интересным лором, далее у нас две игры, это игры серии Ori, очень годные игрушки, я проходил первую часть, очень душевная, с великолепнейшей музыкой, с интересными персонажами, атмосферными локациями, прям очень рекомендую, одна из лучших Metroid Vani, вот такое здесь издание, каждая игра на отдельном картридже, с карточками в комплекте, у меня есть распаковка этого издания, можете посмотреть, что за карточки, если вам вдруг будет интересно, прям, друзья, рекомендую, очень душевная игрушка, есть не только на Nintendo Switch, прям, ой, друзья, очень годно, а музыка, какая музыка, это отдельный прям вид искусства в этой игре, ну и вторая часть, которая, говорит, получилась лучше, чем первая, более такая обширная, интересная, и я в неё, к сожалению, пока что ещё не поиграл, очень много разных механик в эту игру внесли, и, естественно, хочу в неё ворваться, так скажем, потому что первая часть прям очень понравилась, я старую, хватит, говорит, что она тоже, лучше, чем первая, то стоит к ней присмотреться, тоже карточки, тоже мы с вами распаковываем в том же издании, вместе с первой части распаковываем эти две игры, очень годная серия, друзья, прям, ну, стоит обратить внимание, есть ещё карточки, где две игры находятся на том карике, прям, тоже годное издание, но у меня вот каждая игра на отдельном карике, годненько, друзья, прям рекомендую, очень душевные игры, не просто метроидвани, а сами по себе очень душевные игры. Следующая игра, это Айтерна Ноктис, очень годная игра в плане визуала, я не слышал, в принципе, но мне посоветовали друзья, сказали, попробуй, если собираешь метроидвани, и тебе не нравится, то стоит присмотреться к этой игре. Посмотрел геймплейчик, великолепно выглядит, очень разнообразные локации, и каотические, и обычные, и интересные, тут есть русская локализация, годненькая игрушечка, и так до сих пор все не поиграл, здесь внутренняя обложка, такая же, только то, что здесь можно скрыть немецкий рейтинг, я поставил себе вот такой без рейтинга обложку. Годненький визуал этой игры, тоже интересная, на много часов, это достаточно большая метроидвани, а часов на 30 точно, годненькая, друзья, прям хорошая игрушка, но пока что сам еще не спробовал, но друзья, прям рекомендуют, по их совету взял эту игру, и надеюсь, меня эта игра тоже очень сильно захватит. Следующая игра, это у нас Гукамелия One Two Punch Collection, здесь у нас первая и вторая часть, но мы будем с вами говорить именно про вторую часть, потому что первая не совсем метроидвани, она больше такая, как платформер, но вторая часть уже больше приближена к метроидвани. Мы играем с такого борца, здесь сделано все в стилистике мексиканского праздника мертвых, гласненькая музыка, естественно, в таком же стиле, и сама в себе метроидвани очень годная. По поводу локализации, в первой части нет русского языка, во второй части она есть. Тут тоже годное наполнение, сейчас вам покажу, что находится внутри. А внутри нас с вами встречает такая таблошка, и тут код на какие-то DLC для второй части, вроде как, и какой-то саундтрек. А также здесь у нас есть вот такая вот карта, небольшая, не карта, можно сказать, такой арт, для второй части, вот такой вот красочный, прям такой типичный мексиканский, и для первой части. Ну и вот такой вот мануальчик, небольшой, по играм сделанный. Годненькие игрушки. Первую часть я играл на PS Vita, и она мне понравилась. Вторую часть не играл, но она уж такая Metroidvania, поэтому тоже будет интересно к ней присмотреться. Вот такие вот издания, ну и конечно же собачка одного из разработчиков на последней страничке. Хорошая игрушка, хорошая Metroidvania в коллекции. Следующая игра, это Тюник. По обложке сразу видно, с чем же вдохновляет разработчики. Это у нас игра очень похожа на стилистику The Legend of Zelda. Персонаж прям копирует даже щит, копируется. Очень интересная такая Metroidvania, достаточно хардкорная и сложная, потому что много разных интересных загадок здесь, интересные локации, разгады, он тут свой язык в этой игре, где мы тоже находим разные предметы, с помощью этих предметов открываем в себе некоторые вещи, что не могли до этого понять, за счет этого текста. То есть, действительно, очень уникальная такая игрушечка, но хардкорная. Здесь у нас вот такая вот двойная ложечка, мануальчик с артами. Ну и сам себе издание, я покупал себе вот такое вот издание, здесь у нас и карта, и саундтреки, и наклейки. У меня есть отдельный ролик за спаковку этого издания, не будем сейчас смотреть, потому что целые ролики, друзья, можете посмотреть, вдруг вам будет интересно. Годненькая игрушка, прям, мне вот, недавно знакомый прошел эту игру, и прям ее хвалит, говорит, что давно так не получал удовольствие от игр, как вот этой игры. Ну, я слышал про эту игру, что она хардкорная, но, не знаю, друзья, заведет ли она мне, но, как в основном, по геймплею, вроде годная. И товарищ прям очень советует, говорит, что его прям игра какие-то воспоминания о детстве даже вернула. Годненькая игрушка, годненькая. Отправляем ее тоже на полочку к разной Метроид Ване. Ну, что ж, вот таким получился выпуск, вот такая вот подборочка разных Метроид Ваней. Я думаю, для себя вы открыли хотя бы одну игру, в которую присмотритесь и поиграете, потому что я играл не так много игры из этой подборочки, но все-таки посмотрел геймплейчик, для себя определил, стоит ли мне брать ту или иную игру, и, в принципе, вот такая вот подборочка годненьких Метроид Ваней прям собралась. Из-за того, что я прям рекомендую, но, естественно, пока что рекомендую первую часть Ори, потому что во вторую не играл, очень годная игра. Серию Бласфемус рекомендую, Холлоу Найт рекомендую, потом, что можно еще порекомендовать, прям такое, Метроид Рейд, естественно, годная игрушка, Dead Cells, Indivisible, очень много классных игрушек здесь собрано, друзья, поэтому присмотритесь к играм, если вам, конечно, нравятся такие подобные жанры, как Метроид Ваня, но игрушки, в принципе, годненькие, годненькие, конечно, есть здесь очень много проходных игр, но прям годных, как Ори первая часть, Ласфемус тут тоже достаточно, друзья. Надеюсь, этот ролик вам понравился, и вы поддержите его лайком, и подпишитесь на канал. Всем большое благодарность за просмотр, всем удачи, всем добра, и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok